Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уз Мэн. Сегодня вторник, 23 мая. Короче, у нас не очень хорошо что-то пока с горошью все получается. У нее, по нашим ощущениям, все хуже и хуже с этой шишкой на спине, о которой мы вчера вам говорили. Со вчерашнего вечера она увеличилась раза в 2 или в 3, наверное. Ну это мы можем еще преувеличивать, конечно. Ну короче, она где-то вот такой ширины. Она вшит, да, справа и слева от позвоночника. Может все-таки это мышца, но опять же мышца с одной стороны может быть даже если ушиб, с другой стороны какая связь, это, короче, непонятно. В общем, собрались, везем ее к ветеринару вновь, так что гороша крепись. Она начала что-то как-то так ходить даже, ей вот больно все. У нее левая лапа, она стала хромать на левую лапу, на переднюю. Задние вообще у нее ходят как будто, знаете, как вот старенькие собаки ходят. Она не сгибает их. Медленно, да, вот так вот, то есть не сгибает. Как на ходулях. Да, да, да. А переднюю вообще хромает левую. Даже сегодня мы на улице с ней выходили, она вот так ее поднимает. Короче, вообще. Короче, горош, погнали. Так, все, мы приехали вновь в свою, в свою ветеринарку. Грязюка, погода дерьмовая, давай мне ее держу. Тут птички, как всегда, на пустовой-то. Сидим, ждем, а тут кошак нас просто Алису взял и выпер из сиденья. Вася, ты не оборзела ли? Чтобы вы понимали, насколько у меня рука и насколько его морда огромная. Просто, блин, гигантский какой-то котяр, он тяжелее гороши, мне кажется. Да, да. Горош вообще пофиг на него. Да? Короче, температура у гороши нормальная сегодня. Точнее, сейчас я тут за главного. Сзади, за главного смотрящего за гороши, Алиса, за рулем. Температура нормальная, по ходу, говорит, это ушиб. Это не опухоль. Мы сразу, конечно, мы ипохондрики, и паникеры, мы сразу, блин, а вдруг это опухоль какая-нибудь. Она так пищит, скулит. Она говорит, во-первых, так опухоли быстро не развиваются, во-вторых, болезненных и каких-то там, таких симптомов она бы там не дала. Короче, вкололи два укола для рассасывания. Говорит, она стукалась, мы не можем вспомнить, нигде не стукалась. Единственный момент, вчера мы рассказывали, что вот об забор могла, но она там, блин, она не стукнулась, не могла настукаться. Ну, она вообще-то у меня из ванны выпрыгала один раз, но она тоже не стукалась. Но врач объяснил, что она могла немножко перекрутиться, то есть жопа крутанулась в одну сторону, а она в другую, все. Тут сосудик какой-то лопнул, там жидкость наполнилась, там лимфа или что там она сказала. Ну, это у нас когда, в пятницу или когда? С лестницы тоже, с лестницы родительской. Потому что последних трех ступеней, да, она вниз и так, ну тоже какой-то компрессионный удар мог быть. В общем, сказала наблюдать пока за ней. Сейчас уколола два укола, причем болезненные такие. Она прямо долго скулила после того, как уже все, ничего не кололи. А она там басалась как-то всего. Ну, вот. Ну, короче, ей покой и все нормально. И какашки зеленые у нее, значит, какая-то инфекция еще пока. Но это ничего, говорит, страшно, но будем заниматься этим завтра. Сначала позвоночник. Да, пока за ушибом средним. Ладно, короче, такие дела. Но это не отменяет наше приучение собаки к торчанию дома одной. Торчанию. Торчанию, да. В кино пойдем? Да хочется очень. Сейчас посмотрим, как там с сеансами в кино. Если что, на два часа исчезнем из дома. Вчера час был, сегодня на два часа. И камеру поставим, если что, ну, в любой момент можем вернуться. Кино недалеко. Короче, мы решили, что надо идти на Стражи Галактики в 3D. Потому что первый фильм, он настолько был крутой в плане всяких эффектов, что мы смотрели по телеку и думали, наверное, это круто в 3D. Хотя 3D мы терпеть не можем. Вот. В итоге мы решили сделать так. Что уж, что тянуть? Поставили камеру опять. Вот так вот. Вот там Алиса сидит. И вот она сидит. Гороша, место здесь. У нее здесь еда. Пеленочки. Если вдруг, да, она захочет чего-то тут сделать. Ну, вдруг попадет. А, она попадет. Ну, да. Попадет. Вот. И все. И сваливаем мы, получается, грубо говоря, на два часа. Ну, все, все это будет под контролем. Через что, если какая-то паника там у нее начинается. Ну, будем, будем бросать, значит, кинотеатры приезжать и разруливать ситуацию. Потому что мы смотрящие здесь. Я тут главный. Я вожак. Ну, правда, Гороша как-то другого мнения. Да ладно. Не факт. Факт, факт. Она тебя больше любит. Я уже понял. Все. У вас заговор. Девический. Не правда. Эй, Горош. Сейчас ты, походу, сиканешь немножко. Короче, сегодня Гороша чуть-чуть подольше у нас поскулила. Но, судя по видео. Сейчас пока не могу показать. Или сейчас, возможно, покажет. Судя по видео, вроде как успокоилась и лежит. Но смотрит строго на дверь. И прям... Блин, может даже и скулить. Может подскуливать. Не знаю. Блин, пока не смогли мы прямострячить технику так, чтобы мы слышали, что там происходит. Это нужно вообще какое-то скайп-соединение или трансляцию вообще врубать и наблюдать. Вот пока до этого мы не доперли. Ладно. На улице 17 градусов. Холодно. И Алиса вообще спать хочет. Вообще, что-то как-то резко прям. Мне кажется, я на Горош смотрю и сама засыпаю. И вообще не вовремя. Тут нам кинчик надо смотреть. А ты спать собираешься. Как вы-то ходите-то, а? Я не могу в кинотеатрах спать. А я тоже думал, что не могу раньше, а потом... А потом посмотрели идентификацию Борна. Да, я уснул раз за три. Раз за три прям глубоким сном. Мы уже в СБСе практически. Доехали вообще моментально. Камера не зависла, если что. Да, сейчас только что перелегла. Точнее, только что перелегла. Именно на подушку. Перелегла, короче. Перелегла, да. Идем фильм усмотреть. Алис, свобода. Задрыга спит. Отбей. Пойдем. Алис, свобода! Еле уговорила Лису на большой попкорн. Вообще никак, ни в какую не хотела. Сейчас покажу вам гороши, блин. Ну а так вот она, плевать она хотела на своих хозяев. Как сегодня ветеринар-врач сказала, что ж ты не даешь покоя-то своим новым родственникам. Да, да, да. Спасибо. Первый идем, стопудово. Еее, по классике, вообще просто, просто, ммм, как там, как, ну, короче, ладно, короче, все классно. Чаек, у Лисы попкорн, очки. Кстати, мы сегодня в середине садимся. Да, да, между прочим, потому что 3D мы поняли, что нас Тема с Настей научили, что 3D надо смотреть все-таки середины, потому что иначе все искажается. А очки-то какие прозрачные. Они обычно сюда прозрачные, помнишь? Нет. Надо бы убрать, наверное, фотик. Я помню, самые первые очки, они точно были один красный, другой синий. Или желтый. Всегда красный-синий. Да, еще на уроке, типа, геометрии или что, в школе мы проходили, тоже выдавали такие очки, и мы смотрели на плоские картинки, они становились объемными. Неплохо, кстати, мне нравятся, они очень удобные, они не жмут, они нормальные, да. Я могу по улице в таких ходить. А не знаешь, они похожи больше на какие-то спортивные, когда на велики поедешь? Да, да, да. Сейчас на велики поеду. Круто-тенечка вообще, блин. Я бы 10 из 10 поставил. Приколов еще больше, чем в прошлой, первой части. Мне даже больше понравилось в целом, чем первая часть. Ну, мы вышли из кино, Алиска вон болтает по телефону, смотрите, что творится. Дождь льет. Ой, как это неприятно. Нам нужно вот туда попасть. В принципе, тут пробежаться недолго. Ай, сейчас... Короче, в машине, наверное, еще какие-нибудь впечатления свои о фильме расскажем. Вот, кстати, Гороша в это время спит, сейчас покажу. Какие позы она только не принимала. Нельзя так решать, что случилось. Кстати, господа устроены полный беспредел. А вот колесо спустило. Капец, это ту самую питерскую, когда мы в Питере, помните, прокололи, мы жгутик засунули. Слушай, у нас такие эти уже подстерлись вообще задние. Да-да-да, я же тоже обращала на внимание. Ну, родные, что, сколько им уже, блин, скоро? Много? Три года. Да. Вообще сдутая, пипец. Просто чуть ли не пол очка. Сколько? Половина, говорю. Офигеть. 0,7. Ничего себе. Опасно. Едем домой. Дома расскажем о фильме. Да? Да. А что рассказывать, о фильме, вот и все. Да. В принципе. В принципе. Садись в машину. Нет. Садись. Нет. Нет. И я есть грудь. Грудь. Я есть грудь. Я есть грудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Но потом подумали, это очень странно идти по улице и звать Груди, Груди. Какие Груди, чьи Груди? Чьи-то Груди. Так, что у тебя там? Ох, ты засранка. Кусаешь, кусаешь. Фу. Горош, вот бери вот это и кусай его. Вот, вот. А-а-а, злодейка, злодейка. Так, фу. Нельзя. Ну, на постельный режим, не надо с ним играть. Так она берет и за руки кусает. Вот, все, иди. Нет, играй со мной. А я сказал... Так, Горош, фу. Ну ты че, да фу тебе, говорят. Хватай кольцо, иди отсюда. Вообще не вопрос. Говно вопрос, капитан. Сегодня Гороша сделала свой новый рекорд по пребыванию дома одна. Все это время спала. Ну, че-то вошкалась там. Реально, ей нужно было всего 5-10 минут, чтобы успокоиться, и потом все. Ну да, ну еще она минут 20, наверное, да, смотрела на дверь. Да. И прикол еще, когда мы возвращались, она услышала нас с лифта еще. Да, да. Мы смотрим на камеру. Только лифт открылся. Она так чик. Потом мы ближе, она уже чик на дверь. Она уже к двери, да, начала подходить. Короче, у Гороша сегодня хорошее настроение вечером, и это хорошо. Но мы в любом случае завтра еще к ветеринару. Ну, естественно. По поводу фильма давай. Классный. Вообще шикардос. Он смешной, да. Мне он понравился больше, чем первая. Мне тоже понравился больше, чем первая часть. Больше юмора. А новый персонаж, можно сказать, потому что это тот был... Я есть грудь большой, а это... Я есть грудь. И, блин, рядом девушка сделала. Как только его покажут, ой, какой он хороший, милашка. Она мне так бесила. Ну ладно. Просто она еще болтала постоянно. И телефоном они что-то... Да, светило что-то, не знаю, постоянно маячил. Так вот, идея фильма, то есть сюжет в этой части мне больше понравился. Потому что тут конкретное спасение, такое прям человечество, можно сказать. Ну да. И вообще всей галактики действительно. Прошлую часть я даже не... Честно говоря, даже не помню, что они там спасали. Чего они делали. Там был этот, дядька, которого они убили. Да. Там было какое-то яйцо. Да, да, да. Ну то есть там было более запутанное, здесь более простое. А все гениально действительно просто. Здесь более простая идея спасти мир. Ну да, но приколов больше. Это точно. Енот, конечно, прикольный вообще. Енот лютый. Блин, еще бы... Он реально так нарисован прям вообще как-то настоящий. Я бы хотел бы, конечно, послушать в каком-нибудь одноголосном переводе какого-нибудь Пучкова Дмитрия, например. Чтобы слышать голоса их настоящие, всех персонажей. Потому что озвучивают там тоже еноток, стоп лог, какой-нибудь актер лютый. Да, кстати, посмотреть, интересно. А мы, кстати, когда встали, было написано как раз вот это... Это уже кто озвучивает здесь, в дубляже. На русском. А я имею в виду оригинал. А, ты про это? Да. Ладно, короче, ребята. Советуем сходить, пока еще идет в кино. И мы сегодня рады, что мы теперь можем ходить в кино. Не то, что теперь, мы как бы проверили, что мы можем ходить в кино. Мы даже сходили в 3D и сильно не плевались. И у нас перестачки. На удивление, да. Но все равно. Кстати, глаза быстро привыкли. Вообще, да. И нормально. Ну, потому что мы, может, посередине все-таки сидели. Пока реклама была. Да. И мы привыкли. Ладно, ребят. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Завтра уже будет среда, середина недели. Это совсем другое. Это что-то вот не знаю, что, как вам объяснить. Пакета! Пойдем чай пить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok